Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Мы в рамках нашей программы всегда встречаемся с творческими людьми, будь это артисты, будь это военные, ибо военная наука побеждать, она тоже подразумевает под собой великое творчество. Наши гениальные полководцы всегда выигрывали сражения из-за того, что они творчески и неординарно подходили к решению данной задачи. Я представляю наших сегодняшних гостей. Очаровательная Елена Ларина и довольно-таки солидный мужчина Алексей Рябков, сотрудники Центра развития личности «Лунный кот». Ну, о названии мы чуть позже поговорим. Значит, то есть, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие слушатели. Да, рад вас сегодня видеть в такой тесной компании в нашей студии, да. Тем более, что в такой армейской программе всегда приятно видеть в гостях даму. Вот, прекрасную. Не часто бывает, но бывают здесь девушки, и таким образом мы вносим определенный колорит в нашу программу. Если мы не служим, то мы помогаем тем, кто служит. Конечно, конечно, конечно. Тем более, что Лена сегодня хоть не в центре сидит, но практически между двух офицеров. Это, наверное, тоже символично. Да, да, значит. Значит, ребят, ну, во-первых, давайте мы для начала вспомним, что сегодня 27 января, и для нашего города, в котором мы живем, это очень знаменательный день, и сегодня уже ни одна программа посвящена этому событию. Мы, конечно, всю программу не будем посвящать, но тем не менее, не вспомнить о блокаде Ленинграда мы просто не имеем морального права. Вот, сегодня 48 лет уже прошло с момента, когда кольцо было разорвано. И вот, несмотря на то, что это зимний морозный день, наверное, в истории Ленинграда это самый теплый, в прямом переносном смысле этого слова день. Вот, Лен, начну с тебя. Что для тебя вот эта блокада, как ты ее понимаешь? Ты молодая, конечно, далека от этих дней. Но тем не менее, как это генетическая память, как говорят. И вот есть такая фраза, ведь мы же с тобой ленинградцем, мы знаем, что значит война. Это пускай ко мне не имеет отношения, что я не родилась в те дни, но я родилась в этом городе, который тогда еще был, Ленинград. У меня бабушка была блокадница, и надо сказать, что у нее было два главных праздника. Это даже не день рождения, а именно день победы и Новый год. Ну, потому что Новый год, конечно, все отмечали. Вот она с подругой тоже блокадница, и обязательно 9 мая встречались, именно даже вот день в день. И это меня уже маленькую-маленькую с собой брали. Это 80-е годы, как сейчас помню. И, конечно, если ты рожден в этом городе, если ты рожден таким людьми, ты пропитываешься этой атмосферой, атмосферой того времени. Эти святые годы, то, что сделали люди, когда они выстрелили, отстояв наш город, это, конечно, наверное, действительно в генетической памяти каждого, кто рожден, да кто вообще просто живет в нашей стране. Вообще, наверное, вот это событие, трагическое событие для города, оно, наверное, коснулось не только ленинградцев, ведь защищали-то город Ленинград, они дали войти практически вся наша страна, весь Советский Союз, да, Алексей? Я думаю, что... Твои, как говорится, мысли об этом подвиге нашего города, что ты можешь сказать? Я думаю, что это такой пример подвига русского народа, который защищает свои земли. И если вот вспомнить литерические события, которые были в тот момент, их значение, то Ленинград был, скорее, даже символом силы, мощи, стойкости русского народа в борьбе перед захватчиком, который, собственно, пытался разрушить не только захватить страну, разрушить культурные ценности, разрушить человеческие ценности, как-то сломать практически силу духа народа. И как раз Ленинград, где вот больше даже вопреки, чем благодаря, противостоял этому мощному напору, потому что мы брошены были серьезные силы, что это было такой вехой, которая бы как-то переломила бы ход войны. И здесь, собственно, каждый, кто участвовал в этом, кто положил свою жизнь или который дожил до конца, собственно, были вот тем примером вот этой вот стойкости духа. Понятно, спасибо. Ну, наверное, золотые слова, не помню, кто сказал, что кто-то из великих-то недавно только вспоминал, но неважно, народ, который забывает свою историю, не имеет будущего. И это правильно. И мы об этой блокаде, об этой Великой Отечественной войне, дай Бог, чтобы помнили все наши нынешние, будущие поколения, и чтобы такая трагедия никогда больше в этой жизни не повторилась. И пока мы это будем помнить, мы будем жить в мире и согласии, и защищать, как говорится, наше государство. Ну, давайте вот вернемся к нашим дням. Вечная память всем павшим, кто защищал наш город, кто здесь, как говорится, не дожил до светлых дней, умер от голода, от холода. Ну, что действительно, представишь себе на мгновение, вот мурашки по коже бегут, как можно было четыре года жить в таких условиях. Летом еще как-то так более-менее, а зима-то холодно, ведь не согреться, не поесть ничего тяжело. Да. Вот, Алексей, как думаешь, вот в наше время народ готов повторить такой подвиг? Вот не дай бог случится опять какая-нибудь беда с нашей страной. Это у нас вся история нашей России, она, к сожалению, насыщена всякими войнами и так далее. Вот готовы мы сейчас, наше нынешнее поколение. Если посмотреть на исторические события, то мы видим определенную цикличность и повторяемость тех или иных событий. И каждый раз, если говорить про роль Ленинграда, роль Санкт-Петербурга, то это то место, где практически решается судьба страны в целом. Это может быть блокада Ленинграда, отстаивание ее перед фашистами, это может быть революции, которые здесь происходили, это могут быть какие-то серьезные перемены, которые здесь начинались. И сейчас, если смотреть по тем циклам, которые идут, по историческим моментам, мы подходим снова к переломному моменту, к моменту перехода, моменту выбора, который задаст направление жизни в дальнейшем. И, опять же, по исторической спирали этот путь снова, этот выбор снова идет на тех людей, которые живут в Санкт-Петербурге. Поэтому, так или иначе, он затронет всех, но, наверное, выбор здесь скорее будет не выживание, наверное, в духовной сфере, в осознании себя, чем в тех плоскостях, которые были тогда. То есть, здесь уже, наверное, будет речь идти не о физическом жизни и смерти, а о духовном плане, я не говорю так совсем глобально, духовной, церковь молится, нет. Я говорю про осознание себя как человека, перестать быть пешкой тех процессов, которые происходят в жизни, работа, политика, а осознать, что выбор каждого внутренний и тот, который мы делаем, он влияет на все пространство в целом. И вот, мне кажется, сейчас такие уроды перемены идут, и, ну, наверное, подвиг каждого здесь тоже потребуется. Ну, в общем-то, да, вот в наше время-то все равно, ведь молодежь плена, наверное, сталкиваешься в жизни с военными людьми, то-то в армии, с солдатами, с офицерами. — К сожалению, может быть, да, та планка, которая была даже до 90-х годов армии офицеров, вот она почему-то как-то съехала вниз, да, вот отношение общества, может быть, к этой действительно святой обязанности, вот сегодня слово святое просто просится. Тем не менее, я считаю, что здесь все зависит от человека. Если человек ведет себя достойно, если он осознает себя как офицер, как военнослужащий, то он обязательно держит эту планку того, вот, чему он служит. — Ну, недаром наши люди, как говорится, уже много лет после Великой Отечественной войны повторяли подвиги и в Афганистане, и на Северном Кавказе, и в других горячих точках. — Ведь, кажется, время не прошло, а вот люди все равно остаются. — Дух у нас силен и крепок, согласен. Ребята, вот отношение к армии ваше, ну, понятно, Лена не служила. — Да, даже не медик по образованию, только если морально поддерживать. — Алексей, насколько я знаю, имеет прямое и непосредственное отношение к вооруженным силам. — Пару слов расскажи о себе, да, кто ты, что ты закончил. — Я учился и служил в Академии Можайского. Мне так повезло, что я и поступил в Академию, и выпускался в Академию, несмотря на все изменения вокруг этого учебного заведения. Мне посчастливилось служить в боевой части, которая занимается сбором и обработкой информации, и соприкоснуться с теми людьми, которые, в общем-то, служат и продолжают служить в этой сфере. Ну и, вот, в дополнение к нашему разговору, могу сказать, что, несмотря на те штампы, которые существуют в обществе по поводу армии, по поводу офицеров, тем не менее, офицеры были и остаются определенным культурным срезом общества. И, вот, вкупе с названием программы «Честь имею» — это именно тот слой, который придерживается понятия чести, понятия достоинства и, на мой взгляд, является одним из оплотов устойчивости государства в целом. — Ну, наверное, это единственная структура, которую не коснулась коммерциализация, что ли. — Но попытки такие были. — Да, попытки были. Нет, я имею в виду, вот, любая наша сфера деятельности государственная, она так или иначе официально переведена на финансовые рельсы. Если медицина, значит, у нас есть платная, есть бесплатная, есть... Министерство внутренних дел есть платные, бесплатные услуги. Вот у нас пока армия, по-моему, пока еще до сих пор не оказывает платные услуги. Я здесь уже предлагал один раз одному моему гостю, говорю, «А давай, он говорит, представим кусочек границы, сделаем там ООО пограничной заставы номер 15, допустим». — Как платная дорога, да? Можете пересечь границу платно. — Если не будете платить, мы сюда там 150 гастарбайтеров каждый день будем пропускать бесплатно. Вот. Ну, действительно, армия у нас единственный такой оплот какого-то гуманизма, наверное, где до сих пор люди не за страх, а за совесть работают. — К счастью, создан вот такой институт, наверное, в течение сотен лет, который продолжает воспитывать офицера как личность, чтобы он ориентировался не только на какие-то 7-минутные моменты, хотя такие офицеры тоже есть. Но в основном, основная масса офицеров, все-таки они придерживаются каких-то внутренних ценностей. И поэтому вот офицеры, они узнают друг друга и потом, после уже, даже несмотря на то, что, скажем, перестали служить в армии, но вот эта закалка, которая дается, она остается на всю жизнь. И это очень хорошо, что мы видим много ярких примеров, когда люди, получившись такую закалку, продолжают в жизни проявлять и реализовывать те ценности, которые вот в них в этот момент заложили. К сожалению, другие институты не так ярко представляют эти ценности. Ну, может быть, там, медицина, да, там, тоже вот очень глубоко, там, педагоги заложены, там, помогать людям. Клятва гиппократа, да, или педагога тоже. Да, 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 но вот другие, там, даже силовые структуры, в них не так это проявлено, как в армии, например. Согласен. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Честь семьи». Если у вас появятся вопросы, вы можете звонить нам в прямой эфир, телефон 971-19-11. У нас в гостях Елена Ларина и Алексей Рябков. Мы продолжаем нашу беседу. Поговорили мы о блокаде, об армии. Вот, Лен, прежде чем задать вопрос, я вижу, что у нас звонок, только сказал, что вы можете звонить, и у нас в студии звонок. Поэтому вопрос чуть-чуть позже. Предложим нашему уважаемому телезрителю вопрос. Здравствуйте, ваше имя, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Федорович, господа офицеры, неужели вам не понятно, что нынешняя российская армия абсолютно не боеспособна? Она с трудом победила недавно, в кавычках, грузинскую армию. А многие господа офицеры, вроде Кудрина, предали клятву коммуниста и советского офицера. Кудрин клялся верности СССР, клялся верности Кмунистической партии. А теперь он защищает предателя Путина. Ну что с вас взять? Спасибо большое за вопрос. Ну, я вот как ведущий, на правах ведущего, хочу, может быть, ну не оправдаться, что ли. Дело в том, что мы здесь говорим не о руководящей роли тех, кто сейчас правит нашей армией, а говорим о простых наших офицерах, лейтенантах, майорах, командиров взводов, батальонов, рот и так далее, которые непосредственно с оружием в руках воспитывают наших солдат, пришедших в армию и так далее. Да, конечно, увы, к сожалению, руководство наших вооруженных сил действительно сейчас, наверное, допустило много ошибок. Я бы сказал, что проблемы в армии есть, но это скорее не проблемы армии как таковой, это проблемы общества. Это проблемы, да, всего общества, всей нашей политики. Да, я могу сказать, что, в принципе, я считаю, что нет плохих и хороших, не знаю, политиков, руководителей, милиционеров, кого угодно. Есть плохие и хорошие люди, вот как бы это, может быть, по-детски не звучало. Да, даже, в принципе, это. Поэтому, конечно, ведь история, наверное, и если взять начало Великой Отечественной войны. Все повторяется. Все повторяется, тогда тоже только благодаря героическим поступкам. Начало Великой Отечественной войны, начало революции, все идет по похожим сценариям. Вначале у нас какие-то войны, потом мы переключаемся на борьбу с собственным народом, да, вспомним революцию, там, 17-го года. А потом этот же народ на себя берет, как говорится, первый удар. А потом люди, с которыми боролись, они начинают, собственно, спасать ту страну, которую есть. Тех, кто с ними боролся. Отрадно видеть, на самом деле, что какие-то шаги, они, ну, не повторяются в один в один. И есть какие-то изменения. Несмотря вот на тот загон армии, который был очень ярко, да, вот последние сколько лет, сейчас начинаются какие-то изменения. То, что есть какие-то проблемы с реализацией, ну, это скорее политические проблемы, чем военные. Потому что с военной точки зрения, ну, там, конфликт в Грузии, там, конфликты, там, еще где-то, это не является проблемой. Потому что, ну, есть способы, есть средства, как их решать. Ну, политически ведутся разные игры, как это еще можно назвать, да? Да, ну, война, война есть, продолжение политики. Да, да, поэтому тут надо подходить все-таки более масштабно к этим вопросам. Ну, вот у нас еще один звонок, прямо сегодня шквал звонков. Слушаем вас. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Я, этот, я, Юрий Федорович, скажите, пожалуйста, вот армия, она не может существовать без оборонной промышленности. Конечно. Да, совершенно верно. А оборонная промышленность сейчас активно, как вы сказали, коммерциализируется. Так вот, как это сочетается с армией настоящей? Понятно, спасибо, вопрос понятен, Алексей. Да, я готов ответить. По вопросам, на самом деле, слышно, как люди беспокоятся о той ситуации, которая происходит в обществе. Не то, что беспокоятся, можно сказать, крик души. Это крик души. В двух звонках это и предательство, и все это не... Прослеживается очень. Как говорится, это уже обвинения серьезные. К сожалению, ну, есть определенные исторические тенденции, которые мы продолжаем наблюдать сейчас. Перед каким-то новым поворотом в жизни страны начинается развал базовых институтов. То, что мы сейчас имеем. Это связанное с медициной, связанным с образованием, связанным с армией. На то, на что обычно опирается общество. Вот. И, ну, естественно, мы это видим сразу во всех сферах. Если армия, то как приоритеты там убираются, зарплаты платятся маленьким офицерам. Жилищные условия там или социальные условия делаются хуже. Техника старая. Естественно, подливается какой-то моральный дух. Но те офицеры, которые продолжают служить, они, собственно, ну, вот держат, несмотря ни на что. Вот, как в блокаде Ленинграда. Ну, держат, да. Вот в мировых условиях только. Продолжают поддерживать вот боевое состояние. Конечно, опять же, вот это отражение вот и оборонки, и армии, вот все это вместе. Это, скорее, как болезни общества. Но можно, с одной стороны, сейчас вот пенять на кого-то, говорить, что тот плохой, этот не так делает. Но жизнь так устроена, что мы каждый своими действиями, своим собственным выбором, своим отношением к делу влияем на пространство в целом. Казалось бы, эта связь не столь очевидна, казалось бы, она невидима. Но мы своим каким-то настроем можем заразить других людей на то, чтобы эти изменения произошли. Можно говорить, что все плохо, так плохо и будет. Давайте видеть хорошее, усиливать те хорошие мотивы, которые есть. И помогать, вдохновлять на какие-то хорошие поступки. Мы очень тесно связаны все с друг другом. Есть такая оценка, что каждый из нас на всей земле связан с друг другом через семь рукопожатий. Если мы возьмем в рамки страны, то количество этих рукопожатий еще меньше. То есть, ну, взять наше первое лицо, или второе, сложно в этом политическом моменте. То, ну, любой житель Петербурга, ну, максимум на 4-5 рукопожатий от него отстает. Спасибо. Ну, еще один звонок. Слушаем вас. Прямо шквал звонков. Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Вы, естественно, хорошая тема поднимаетесь. Тем более, эта программа, которая называется, сегодня, конечно, всех поздравляю с таким тяжелым и радостным. То, что у нас сегодня такой праздник, и как бы и радостный, но все люди, которые действительно заспаивали, их нет, царство им небесное. И получается, то, что вот сейчас, то, что в Госдуме происходит, значит, пришли в Госдуму, значит, как, волнуюсь. И все эти военные, короче, то, что вот они должны сегодня вот отчитываться, они сегодня, значит, вот сейчас мы смотрим простые люди, значит, они как бы себя обстаивают, что они такие все правдивые, а на самом деле ни суди, ни прокуроры, ни МВД, они как бы как насмешку перед народом сейчас вот, даже в Госдуму, я их не понимаю, что вот они действительно отстаивают, как бы это самое, право народа. Там тоже в Госдуме сидят такие же рвачи, мы же их не выбирали, ни какие-то, ни компартию, ни справедливую против единой России, не защищая. И вот они, в общем, сейчас вот, глядя на них, просто, я вот сама лично вот так чувствую, они просто смеются над нами. Спасибо, спасибо. Ну, вот у нас остается буквально полторы минуты до конца эфира. Вот, Лен, это, опять же, крик души, скорее не вопрос, маленький комментарий. Могу сказать, что, наверное, с одной стороны, очень хорошо, что у людей сейчас такая активная гражданская позиция, они переживают, они волнуются, они пытаются что-то изменить. Но, с другой стороны, я полностью согласна с тем, что только что говорил Алексей. Важно держаться того хорошего, не уходить в глупый оптимизм, а просто настраиваться на то хорошее, что происходит, и усиливать его, насколько это возможно. Не бояться говорить об этом, не бояться выражать свое мнение и говорить открыто об этом. Спасибо, ребята. Пару слов нашим телезрителям в этот светлый день, 27 января, день снятия блокады на прощание. Помним, скорбим о тех, кого рядом с нами нет, и особая благодарность, низкий поклон тем, кто сейчас жив. Живите как можно дольше. Спасибо вам за ваш святой подвиг. Алексей. Не бойтесь проявлять себя. Мы делаем историю прямо сейчас, делаем сами, своими руками, своими поступками. Будьте собой и будьте счастливы. У нас сегодня в гостях были Елена Ларина и Алексей Рябков, сотрудники Центра развития личности. Ну вот о Центре мы не успели поговорить, я думаю, не в последний раз. Ребята, большое спасибо вам за то, что пришли. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за звонки, за серьезные поднятые темы. Это действительно душу трогает. И ждем вас в следующих наших эфирах. С вами был Алексей Икраев, программа «Честь имею». Всего вам доброго.